Сын Бурлака, ученик Ильи Репина, яркий представитель русского классического искусства, исторический живописец, художник-реалист, непревзойденный портретист и талантливый педагог. Все это об Иване Горюшкине-Саркопудове, обновленная экспозиция работ которого открылась в Пензенской картиной галереи. Для меня вот каждая его работа, ну это своеобразное внутреннее открытие. А те, кто еще любит историю, изучать историю России, это еще яркая иллюстрация того или иного исторического среза нашей жизни, российской нашей жизни, русской нашей жизни здесь, в нашей Пензенской губернии. В фондах Пензенской картиной галереи хранится порядка 150 работ Горюшкина-Саркопудова, большая часть творческого наследия художника, многие из полотен которого ассоциируются со школьной программой. Это с колоколами, с боярами, со старой Русью, это вот работа, которая на заднем плане находится. Эти все работы известны, пропечатаны во многих учебниках, в литературе, поэтому мы всегда помним, сразу вспоминаем Горюшкина-Саркопудова. Это Русь, это снег, это радость. Среди десятков полотен, представленных на этой выставке, есть и картины с изображением самого Горюшкина-Саркопудова. Одна из них – кисти Александра Вахрамеева. Вот если смотреть на этот портрет, чувствуется и сила характера, какая-то мощь, стержень, который был всегда у этого человека, и, конечно, осознание своего таланта. Вот этот портрет какой-то очень такой говорящий, на мой взгляд. Кроме бесценных полотен Горюшкина-Саркопудова, в картинной галерее, в Мемориальном музее художника выставлены и его личные вещи. В частности, мебельный кабинетный гарнитур сделан без единого гвоздя, который создан по эскизам Ивана Силыча в стиле эпохи Ренессанса.